ну давайте вот сейчас проведем маленький такой как говорится рум-тур я покажу вам вот эти вот апартаменты в которых мы сейчас проживаем и расскажу о тех извинениях которые были предприняты за последний год и вот что теперь здесь нового буду рассказывать что нового и сравнивать с тем что было в прошлом году давайте смотреть вот мы входим зеркальце такая вот прихожая здесь вот этот вот уголок когда-то был коридор с дверью но потом несколько лет назад они решили сделать более просторными апартаменты поэтому срезали кусок стены убрали лишнюю дверь и действительно смотрится просторнее что нас порадовало в этом году так это вот такой вот новый кухонный уголок индукционная плита вот это вот холодильник давайте посмотрим что там нас в холодильнике что то есть да что то есть холодильник интересно что с этого года в каждом апартаменте есть посудомойка достаточно такая вместительная ну тут у нас ящичек для всяких безделушек здесь у нас вот картошка будем жарить картошку на сливочном масле вот микроволновка микроволновка она же гриль тут же и календарь вот смотрите нажимаем на кнопочку можно выбирать разные вот эти вот блюда и так далее чтобы делать вот микроволновка так открывается далее давайте вот смотреть кофеварка кофеварка такая вот турка для моки или для эспрессо и что интересно вот обратите внимание чайник нет это не наш чайник мы правда взяли с собой маленький дорожный чайничек на пол литра но с этого года в каждых апартаментах есть чайник почему потому что в прошлом году мы здесь оставили не в этом номере мы были тоже здесь в отпуске и оставили свой старый чайник он рабочий правда он уже не то что наладан дышал но кипятил воду полтора литра он кипятил где-то минут десять обычно кипятят 5-7 минут максимум и с этого года в каждом в каждой квартире есть чайник вот такая вот идея странная картина конечно это вот обеденный стол стулья очень удобные по сравнению с теми которые были до прошлого года это действительно удобные стулья диван вот такой вот двухместный раскладной хороший вместительный широкий диван раньше тут до короны здесь были какие-то икеевские диваны мы их так называли действительно ки отстойные что просто ужас ну вот шкаф для вещей телевизор вот здесь шкафчик с посудой вот здесь же у нас ящик с вилками ложками ножиками с этого года этот ящичек здесь потому что в кухонный уголок он просто-напросто не влезает вот ну здесь у нас соответственно сейф сумочка шкафчик с посудой вот часики чтобы знать время это мои часы и дома привез давайте посмотрим вот у нас такая здесь ванна вот фен раньше здесь был встроенный фирма даже он дырочки в стене остались он был намного мощнее дул хорошо но какой есть и на том спасибо вот такой вот фен умывальник беда унитаз и вот такая душевая кабина довольно таки между прочим удобная смотрите сейчас я закрою вот так ну давайте посмотрим теперь вот так на закрыта довольно таки удобная и кстати да между прочим с этого года здесь есть room service ну cimmer service то есть каждый день приходят уборщицы и убирают в номере до прошлого года вернее до этого года такого не было это плюс этого этих апартаментов вот спальня вот столик прикроватный тумбочка две кровати это вот мои колючки ложу себе под голову вот опять какая-то картина странная лампочка соответственно шкаф для одежды но теперь давайте мы с вами выйдем на балкон посмотрим что у нас на балконе есть и какой у нас балкон вот там за маленьким этим лесочком за соснами море ну сколько на 50 метров эти вот здесь у нас бассейн модернизированный бассейн кстати да во время короны до короны он был квадратный сейчас сделали очень и очень красиво действительно там есть люди которые приезжают сюда в отпуск и уже просто-напросто целыми днями пропадают на этом бассейне даже ни разу не выходя на море ему сам наш балкон вот давайте я сейчас ходу сюда вот выход из спальни сушилка столик четыре стула вот такой вот здесь балкончик у нас пепельница но у нас никто не курит поэтому пепельница нам до одного места и вот такой вот у нас прекрасный вид на хвойные деревья вечером воздух тут просто обалденный свежайший для людей страдающих заболеваниями дыхательной системы или проблемами допустим с носом или еще с чем как то вот так вот какие-то аллергии легкие или еще что-то тут этот воздух но сам по себе он уже лечебный так что приезжать сюда вот в город бибионы это просто праздник души и тела и вот у нас дворик соответственно дворик вот такой вот вот такие вот дела у нас тогда ну вот давайте обратно зайдем до сейчас сейчас я вам расскажу и покажу вот эти вот мощные вещи под названием кондиционеры вот этот вот кондиционер извините меня за прямоту но он фигачит как в антарктиде его выключить невозможно я пытался его выключать чтобы он очень не гудел не шумел но гад через пару секунд включается поэтому я придумал маленькую хитрость жалюзи полностью опускаю совсем вниз и приоткрываю балкону двери на один сантиметр контакты разъединяются и кондиционер замолкает это здесь в спальне кондиционер а теперь кондиционер здесь в этой комнате то есть тут два кондиционера в этих апартаментах и тут не жарко тут не жарко и да я сказал самом начале по поводу кухонного уголка до этого года микроволновка была вот здесь вот над столом прибита на стене до достаточно неудобная вещь была действительно неудобная вещь была была не индукционная плита а газовая плита давайте сейчас тот свет включу вот была газовая плита сейчас индукционка микроволновку не переставили сюда но в основном да вот чайники конечно чайники теперь в каждых апартаментах есть свой персональный чайник и с этого года опять-таки приветственный набор вот этот клетчатая полотенце вот это вот оранжевая салфеточка поролончик для мытья посуды губка для протирки стола и вот такая вот маленькая баночка с жидкостью для мытья посуды у кран до кран естественно новая кухня новый кран вот такие дела ну что значит еще один момент оплата за эти апартаменты с этого года производится полная предоплата идет полная если до этого года можно было к примеру заплатить часть двадцать пять процентов или тридцать процентов то с этого года нужно уже платить полную сумму переводить деньги из банка онлайн и только тогда вам резервируют этот номер естественно сначала вы делаете запрос а потом переводите сумму на после подтверждения вашего запроса они получают сумму подтверждают за вами вот это вот резервирование квартиры этого номера и вы можете приехать есть несколько нюансов в начале сезона когда здесь в городе бибиона он начинается 20 мая цены немножечко ниже чем в пик сезона допустим вот эта квартира которого сейчас показал в пик сезона на одну неделю стоит две с половиной тысячи евро после 15 августа цены на такие апартаменты падают на минимум на 300 евро и ближе к закрытию сезона цена падает еще чуть чуть ниже то есть можно в любом случае выиграть выгодать конечно же если к примеру кто-то желает в центре города или подальше от моря со скидкой сумасшедшей скидкой взять себе апартаменты и заплатить всего-навсего 700 или 800 евро может быть тысячу за 10 дней пребывания в этих апартаментах он с одной стороны экономит на проживании с другой стороны тут есть несколько минусов в этих апартаментах вернее в той поездке в бюджетной от пляжа вы находитесь где-то километра полтора-два пешкарусом до пляжа на пляже нужно ежедневно покупать себе за 12 евро зонтик и два шезлонга и пляж этот все вот такие апартаменты маленький бюджет находится около центра пляж огромный там где вот я вам рассказываю людей как селедок в бочке ну естественно в воде тоже самое поэтому каждый выбирает по себе я привык к тому чтобы было тихо спокойно вокруг меня чтобы была тишина и пространство я вот такой человек поэтому лучше заплатить немножечко дороже но отдохнуть с комфортом чем сэкономить в половину но потом приехать домой и всем своим знакомым друзьям которые будут слышно как ты отдохнул скрипя сердце говорить отпуск был вот такой хотя на самом деле отпуск был говно потому что в тех апартаментах где вот такие вот люди снимают допустим бюджетники за 700 или 800 евро за 10 дней апартаменты естественно возможности нормально приготовить даже себе еду нет они вынуждены ходить каждый день по ресторанам а цены в ресторанах здесь скажем так да кусучие кусучие поэтому каждый выбирает по себе в конечном итоге те люди которые выбирают апартаменты за 700 или 800 евро за неделю или за 10 дней под конец отпуска под конец поездки выходят в ту же сумму которую я заплатил за эти апартаменты чтобы отдохнуть с комфортом ну и сходить в магазин купить себе продукта для того чтобы приготовить еду я надеюсь это видео вам понравилось для сравнения на канале есть у меня уже прошлогодние итальянские видео я сделаю потом под этим видео отправные ссылочки на те видеоклипы чтобы вы могли для сравнения посмотреть как было и как стало естественно прошлогодних видео есть даже показано как вот это какой бассейн сейчас у нас здесь на территории апартаментов ну не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий я уже на автомате это говорю нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий и всем удачи пока аплодисменты